Как и почему советские офицеры становились наемниками в Азербайджано-Армянской войне? Как в начале 90-х годов российские офицеры становились наемниками в горячих точках бывшего Советского Союза? Только сегодня, спустя более чем 10 лет, всплывают жуткие подробности тех кровавых событий. О том, как это было в Нагорном Карабахе, репортаж Андрея Кузьминова. Итак, 92-й год. Закавказье. Здесь сложилась ситуация, когда два государства, Армения и Азербайджан, по сути, находились в состоянии войны. Главная причина конфликта – Нагорный Карабах, который пытался стать независимым. Здесь остались и две армии Закавказского военного округа. Брошенный Москвой на произвол судьбы, огромный военный механизм мертвым грузом осел в регионе. Вместе с вооружением, которое не успели эвакуировать и личным составом. Подобная эвакуация, скорее, напоминала бегство. Очевидцы распада армии до сих пор с болью вспоминают эти дни. Солдаты идут. Ни документов, ничего нет. Ну, понятное дело. Или дезертировали, что... Да я не знаю, я вот пришел, жил в казарме. Пришли азербайджанские, алиди отсюда. Ни военного билета, ничего, ни документов. Просто бросили. Летчиков. Там вот в насосной стоял аэродром. В Кюрдамире. Их просто выкидывали. Конец 91-го. Раньше срока уволенных солдат отправили по домам. С офицерами ситуация складывалась куда сложнее. Не определены новые места службы, отсутствие квартир и вообще нормальных условий жизни. России они были уже не нужны. К этому времени по обе стороны Карабахского конфликта появились танки, артиллерийские системы и боевая авиация. Не хватало военных специалистов. И вербовщики стали частыми гостями в воинских частях. За участие в боевых действиях они предлагали деньги, и порой немалые. Некоторые офицеры согласились стать наемниками. Начинается, как правило, все... Приезжай, мы тебе денег дадим, да? А потом, когда ты в горы выходишь, и вокруг тебя, в принципе, оказываются не друзья, а все враги, то ты будешь делать то, что не скажут. Иначе просто живым не выберешься. Вот так танковые батальоны шли в атаку и отвоевывали господствующие высоты. Вы видите уникальные кадры прямого попадания снарядов танков. В том, что это работа профессионального артиллериста с той стороны, сомневаться не приходится. За каждый подбитый танк шла оплата по твердой такси. Война приобрела характер товарно-денежных отношений. Офицеры принимали участие непосредственно в боевых действиях. Либо это было по желанию, либо с подачи командира дивизии предлагалось недельку-другую помочь братскому народу во владении техникой. Работали в основном инструкторами и в качестве механиков, водителей, наводчиков, операторов, операторов, туров, снайперами. То есть такими узконаправленными специалистами. За штурвалами этих Су-25 сидели такие же профессионалы, боевые пилоты-наемники. Вот так они бомбили Степанакерт. Азербайджанская сторона долгое время отрицала то, что боевые машины пилотируют наемники. До тех пор, пока не был сбит первый самолет. Осенью 92-го года в Мордакерском районе Нагорного Карабаха. Это то, что осталось после падения его МиГ-25-го. Сейчас вы увидите одного из тех, кто сидел за штурвалом боевой машины. Вот он, старший лейтенант Юрий Беличенко, выпускник Гейского училища летчиков, родом из Украины. На этих эксклюзивных кадрах его встреча с представителями УНА-УНСО в следственном изоляторе Главного управления национальной безопасности Нагорно-Карабахской республики. Попав в плен, он ожидал смерти. Я думаю, что он готов, что как-то у вас будет. Я думаю, у меня сразу не получится, что будет тюрьма, что будет плен. Полгода назад его полк, находившийся в пригороде Баку, просто разогнали. Беличенко попытался уехать на родину, но и там оказался не нужен. Ни он, ни его молодая семья. А в Азербайджане ему сделали выгодное предложение, от которого было трудно отказаться. Мне предложили его встать на штаты, встать на контракт на два года, но я не захотел. Потому что уйти с одного бардака и попасть за рукой. А что там? Мне предложили 5 тысяч долларов, квартиру посещали. Но тем временем в Карабахе продолжала применяться тактика массированных воздушных налетов. Но у армянских отрядов уже появились средства противовоздушной обороны, шилки. Новейшими переносными зенитно-ракетными комплексами «Игла» помог большой брат из Москвы. Азербайджан стал стремительно терять авиацию и господство в воздухе. Терял и своих пилотов-наемников. Это допрос другого сбитого пилота, майора Анатолия Чистякова. Другой пилот, другая судьба. А какие вы национальности? Осталось сколько? Чемных шесть. И в это время оставшиеся шесть пилотов азербайджанских ВВС продолжали бомбить Карабах. Так же, как это делал когда-то майор Чистяков. И он рассказывал, что он около 30 раз выполнял боевые полеты в Карабахе. Он рассказывал, что он знал, что бомбит мирное население. Мы встречались два раза. А второй раз он был довольно... Я не хочу сказать... Он смирился с своей судьбой. Уже последние беседы мне он показался уже... Как бы он для себя предрешил свою судьбу. Через неделю после этой встречи Чистяков покончил с собой. Беличенко подарил жизнь и свободу. Потом, после окончания войны. В награду за то, что все это время он помогал восстанавливать аэропорт в Степанакерте. Но война продолжалась. И по обе линии фронта, когда в горы уходили разведгруппы, достаточно часто была слышна русская речь. Но это уже другая история. Справедливости ради стоит сказать, что в межнациональных конфликтах тогда принимали участие не только российские военные. Приезжали с Ближнего Востока, из Европы. Были те, кто прошел подготовку террористических организаций. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова